Владимир Александрович Зеленский 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 чтобы она снова подняла голову. Россия никогда не бросала своих и никогда не бросит народ Донбасса, чего бы это ни стоило. Поэтому найдите себе мужество и сделайте то, чего ждут от вас наши народы. Не мы на них нападали, не мы превентивно в СУ начали стрелять, кидаясь, что мы с вами за два дня были у вас дома. К сожалению. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Остановитесь! Здравствуй, друзья. Виктор Шендерович сказал, не надо никого обманывать. Смерть Путина – это самый лучший выход из ситуации. И для России, и для Украины, и для всего западного мира. Путин войну проиграл, разумеется. Тут не надо быть стратегом. Он рассчитывал на осетинский вариант. Быстро хапнуть, потом сказать вот так, и сказать, что так и было. И мир скажет, пожмет плечами и скажет, ну что ж теперь поделать. Ну вот теперь это так. Не будем ханжами. Смерть тирана – это благополучный исход в истории. Тут не надо сильно… Это ханженство говорить в этот момент о легитимности и о ценности человеческой жизни. Смерть тирана всегда праздник. Я дружил с лагерниками. И Лев Иванович Разгон, и Вацлав Янович Дворжецкий велели мне праздновать 5 марта. Это праздник. Когда вздыхает тиран, это праздник. Потому что смерть тирана спасает огромное количество жизней. Смерть Путина спасет огромное количество жизней. И не будем валять дурака. Это благополучный исход. Смерть Путина была бы радостью буквально для всех сегодня. Назовай вещи своими именами. Это был бы большой подарок просто всем. Включай Шойгу. И начинай, может быть, с Шойгу, потому что он потенциально один из первых, значит, крайних, которых может найти власть. А я уж не говорю о всем списке Форбса, который просто давно спит и видит, чтобы все наворованное осталось, а Путин исчез. Чтобы они остались с тем, что удалось напилить при Путине, заходя в казну, с его портретом в руках. Но без Путина, но без санкций, но без арестов в счетов, но с вилами в кома, майами, домами, с детьми, с визами. Они бы очень хотели. Но этого, я надеюсь, не будет. Я надеюсь, что, да, большой драматической ценой, но мы в ближайшее историческое время, Путинская Россия останется позади. И я надеюсь, что все, кто имел отношение к формированию и укреплению этой Путинской России, как самое малое пойдут вон. Как самое малое. А какая-то важная часть их пойдет под суд. Я надеюсь, нас ждет либо в ближайшее время, либо та или другая форма дворцового переворота. То есть, когда Путина не будет, и человек, пришедший вслед за Путиным, естественным образом обратится лицом на Запад и скажет, дайте еды, ножик Буша, чего-нибудь, еды, инвестиции. Да, мы сейчас будем исправить. И мы начнем отдавать Крым, Донбасс взамен на еду, за еду, да, изменится политика. Это один вариант. Это один вариант. То есть, но это только в результате уже какого-то дворцового переворота. Никаких других механизмов просто не осталось. Христо Грозев озвучил вчера свой прогноз. Сказал, война закончится, скорее всего, через 7, максимум через 10 дней. После этого российские элиты свергнут неудачного диктатора. Сложно назвать конец, потому что это, скорее всего, будет не отрывочный такой конец, в котором вот сегодня закончилась война. Будет, боюсь, что будет период, в котором будет непонятно, закончилась ли война или нет. Но кровополитий не будет больше. И это самое важное. И я думаю, что это идет близко. Мы приближаемся к этому. Что это вопрос недели, может быть, да, недели или 10 дней. Потому что позиции России, они ослабляют. Они этого понимают. И им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потерянная. Но остановить ее на каком-то замороженном этапе. А вот здесь уже войдет внутри российская политическая ворота, которая доведет быстрее, чем конец войны, сам по себе бы перешел до изменения режима. И тогда все будет закончено новым режимом, новой элитой в России. Это самый вероятный выиграл для меня. Адвокат Илья Новиков рассказал, что Путин по большому счету уже ничего не контролирует. В скором времени начнутся суды над всеми теми, кто помогал ему оставаться у власти. Мы думали, что как-то вот наше поколение выросло в понимании, что большая война закончилась, что Вторая мировая война была последней. И что все это уже из кино, из учебников истории, и с нами такого не будет. И очевидно, что урок мы не усвоили. И очевидно, что Нюрнбергский процесс ничему не научил тех, кого он должен был научить. Значит, эти уроки придется повторять. Я, кстати, не уверен, и я думаю, что большинство коллег-юристов со мной эту неуверенность разделяет. Я не уверен, что именно ГАГА – это место, где будет основной поствоенный процесс над российскими военными преступниками. Потому что, если помните историю, в Нюрнберге судили далеко не всех. Тогда большинство военных преступников действовал принцип, что их судили в том месте, где они совершили свои преступления. Поэтому, когда министр обороны Украины Резников выдвинул идею, что процесс над российскими военными преступниками в украинском суде должен происходить в Харькове, неважно, в украинском суде это будет какая-то специально созданная международная юрисдикция, это будет выездное заседание того же самого главного суда ООН. Это, на самом деле, здравая идея. Это вполне сочетается с тем, что было после Второй мировой войны. Уже понятно, что годами вот эта замороженная ситуация, когда есть Путин, все смирились, почти всех это устраивает, а кого не устраивает, тех нужно заткнуть, что эта ситуация, она уже разморожена. Что вот этот статус-кво, он на годы с нами уже не будет. И, безусловно, вот прямо сейчас Россия войну проигрывает. Это нужно понимать. Российские потери колоссальные. Их потенциал наступать, причем наступать одновременно везде, и сразу и на Киев, и на Одессу, и вдоль берега моря, его сейчас уже нет. Они сейчас уже могут пытаться как-то перегруппироваться и взять что-то одно из этого. Но все равно это ненадолго. И санкции никуда не денутся. То есть проблема Путина разморожена. Путина скоро не будет, так или иначе. Если раньше, когда мы говорили о том, что Путина скоро не будет, мы как-то так гадательно это говорили, потому что, в принципе, диктаторы в наше время, обеспеченные хорошей медициной, могут жить довольно долго. То сейчас из-под Путина просто уходит страна. Ему уже нечего контролировать. Я не знаю, вы понимаете это или нет, но то, что происходит сейчас в России, такой же пир во время чумы на остатках вот этого прошлого забили. Жизнь будет ломаться очень сильно. И да, Путина скоро не станет. И да, когда не станет Путина, даже если на его место временно при сохранении общего контроля режима придет какой-нибудь другой человек, я думаю, что он будет откупаться своими людьми вот этими. Зачем ему неудачники, которые проиграли войну для него? Это оптимистичный для режима сценарий. Да, пессимистичный. Просто то, что они проигрывают и начинают судить точно так же по тем же схемам, по которым судили Гитлера после Второй мировой войны. Ну, для того, чтобы начать судить в случае проигрыша войны, эти военные действия должны вестись на территории России. Или я неправильно понимаю все это? Нет, вы неправильно понимаете. Объясните. Военные преступления совершаются там, где они совершаются. Сейчас это территория Украины. Из числа тех пленных, безусловно, Украина обязана по международному праву обращаться с пленными так, как приписывают международные конвенции. То есть пленного нельзя судить только за то, что он пришел в чужую страну и там воевал. Его можно удерживать до конца войны, но не более того. Но если пленный совершил какое-то военное преступление, про это известно, он за него может отвечать. Это один момент. Второй момент, то, что, естественно, после того, как Россия отступит, и Россия отступит из Украины, это неизбежно. Потому что, ну, я не знаю, для меня гражданского как-то странно объяснять эти наполеоновские материи на пальцах, что вот одна колонна марширует, другая колонна марширует, но уже понятно, что тот план, который был, если вообще был какой-то план, что его уже не получилось, что им придется идти на какие-то, в лучшем случае для них компромиссы, в худшем случае просто признавать, что ничего не получилось и сматывать урочки. Что еще вам здесь, что здесь не хватает для Нюрнберг? Чего здесь, вам кажется, недостаточно? Почему обязательно нужно принять территорию России? Я не понимаю, как на этом процессе окажется Владимир Путин. Владимир Путин, я не уверен, что на нем окажется. Я думаю, что Путина мы на этом процессе вживую не увидим. Ну, или, может быть, это моя иллюзия. Ну, давайте посмотрим, не будем гадать. Но Гитлера же тоже не было в Нюрнберге. За главную фигуру от немецкой сборной, тогда приходя садоваться Герингу, не знаю, что будет в данном случае с русскими генералами-министрами, будет обязательно процесс пропагандистов. Те люди, которые в телевизоре подготавливали эту войну, так что сейчас, если вы разбудите среднего русского среди ночи и спросите, а что там происходит, вам ответят, что этой хохлы Донбасса 8 лет вам били, теперь мы их били. Они тоже будут отвечать. Был процесс юристов немецких, те судьи, которые сейчас сажают людей за выход на митинг, за протест. И просто так, просто те, на кого показала пальцем власть, сказали, вот это вам не посадите, пожалуйста. Они тоже должны ответить в свою очередь. Все они ответят. Никуда не денутся. Им и бежать-то, по большому счету, уже некуда. Субтитры создавал DimaTorzok